Добрый вечер! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. Рязанский квартет «Парафраз» на днях отметил свое 35-летие. И в нашей студии художественный руководитель коллектива Александр Рождествен. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. 35 лет. Очень серьезная цифра. Давайте вспомним, с чего вы начинали. Начинали с 1980 года. Я еще тогда молодой, вернулся только из армии. Мои друзья, это Колупаев и Ермаков, уже работали в музыкальном училище. Я присоединился. Надо сказать, что трио сначала было. Затем мы взяли на бас еще одного музыканта, который тоже работал в музыкальном училище. Так что наше начало... А идея чья была общая? Молодые люди собрались? Да, конечно. После консерватории всегда хочется чем-то проявить себя в своей профессии. Тем более в наших дипломах у всех был написан «концертный исполнитель». Но мы занимались педагогической деятельностью. Конечно, хотелось и на сцене побыть. Но это ведь был эксперимент. В чем он заключался? Ну, в первую очередь, эксперимент в том плане, что такой набор участников и состава, такого не было в истории. Мы первые, первопроходцы вот такого, можно сказать, народного классического квартета. Это домра, балалайка, прима, баян и балалайка-бас. А на каких слушателях вы обкатывали свою программу, когда начинали? Сначала, конечно, это музыкальные школы, сам зал музыкального училища, какие-то концерты, которые проходили у нас в городе, по области немного катались. Но вот с этого все началось. Но в основном наша концертная деятельность началась в 1986 году, когда мы стали лауреатами первой премии на всероссийском конкурсе в городе Тула. Там мы заняли первую премию и звание лауреатов. Какая-то звездность появилась тогда, скажите честно. Честно, нет. Ее до сих пор не существует. Смысла никакого в этом я не вижу. Постоянно идет работа, поиск нового репертуара. А ваши зрители и слушатели, они взрослеют вместе с вами? Вы замечаете, что они ходят за вами? Конечно, конечно. Вот был концерт, юбилейный наш 22 ноября, и столько людей пришло. Полный зал и очень много знакомых лиц. Им, видимо, нравится наше исполнение, поэтому они и приходят. Я скажу, что на нашем концерте почти всегда полный зал. Репертуар и состав изменился с тех пор? Хотя бы чуть-чуть? Да, изменялся несколько раз. Сначала по разным причинам. Там, конечно, люди уходили. Баянист у нас, заслуженный деятель искусств России, Александр Ермаков, по некоторым причинам не мог продолжать дальше с нами работу. Пришел Владимир Иванов, прекрасный музыкант, который тоже закончил, как и все остальные академии имени Гнесиных. Вот. Затем бас у нас тоже поменялся один раз. Пришел Евгений Черков. Тоже прекрасный музыкант, закончился консерваторией Воронежскую. Почему парафраз? Я уверена, что много раз вам задавали этот вопрос журналисты, и просто ваши поклонники хочется услышать в очередной раз. Что касается нашего названия, это слово греческое. Дословный, если перевод, то это пересказ. В общем, переиначивое, переосмысленное того, что уже было. Ну и к тому же это виртуозная пьеса. Если музыкальный термин, то это виртуозная пьеса называется. Сейчас вам сложно конкурировать с остальными коллективами? В моде все время что-то разное. Вот приходит какое-то одно течение, и все там. Сейчас посмотришь, какое количество идет без наушников, и, в общем-то, их можно по пальцам пересчитать за то время, пока мы едем, например, из дома на работу. Вы знаете, слово конкуренция слишком громкое. Почему? Потому что я не вижу особенно... Ну и надо упрек, конечно, дать и телевидению, что не так часто вы транслируете русские народные инструменты. Увы, да. Поэтому здесь конкуренции нет никакой. Здесь, наоборот, вот мы друг друга, все народники, как мы привыкли называть друг друга, мы поддерживаем друг друга. Каждый какой-то новый росток мы стараемся поддержать и, ну, как-то вместе быть. Вот. Я понимаю, что к такой конкуренции у популярной музыки, как называемый, попса, как сейчас называют, но там, конечно, конкуренция, вплоть до какого-то криминала. Но у нас все это проще. Над чем вы работаете сейчас? Ведь каждая пьеса, которую мы приносим на репетицию, она делается нами, самими. Нам никто не пишет. Мы пишем сами для себя. Каждый из нас композитор, каждый из нас аранжировщик. А каких-то творческих споров не возникает в этот момент? Возникает. Очень много творческих споров и вплоть до таких бойцовских столкновений почти. Потому что каждое лицо в нашем квартете – это индивидуальность. И они, эти люди нашего квартета, ну, стараются внести в свое что-то. Поэтому, несомненно, во время репетиции возникают всякие небольшие конфликты, я бы сказал. Но вот те произведения, которые мы приносим, каждый приносит что-то, мы обязательно вносим каждый в что-то свое, что-то новое. Вы ведь выступали не только в городах России. Расскажите о зарубежном вашем опыте. Может быть, был какой-то случай? Сейчас хочется вспомнить истории из жизни. У нас очень много было зарубежных гастролей. Если так, на вскидку вспомнить, это так по Америке, если Аргентина, Бразилия, Соединенные Штаты Америки, в Европе Франция, Англия, Италия, Испания, Португалия, Мальта, Польша, Германия. Германия вообще как вторая родина у нас была, потому что мы там очень много гастролировали. Около 30 гастролей было почти ежегодных. Ну, сказать по поводу публики, который находится, который слушал нас, я могу сказать, что везде нас воспринимали хорошо. Это не похвальба, это просто реальный факт. То есть тепло и как-то по-родному вы хотите сказать, что есть понимание? Я бы даже не сказал тепло, я бы сказал горячо. Вплоть до стучания ногами и аплодисменты, плюс и крики. И у них принято еще свистеть порой, когда это совершенно наивысшая экстаза у них. Поэтому я не хвалиясь, просто скажу, что действительно за рубежом нас очень хорошо принимают. Но и здесь, в России, в любом городе, где мы не выступали, всегда был теплый прием. Нас знают в России те люди, которые работают в жанре народных инструментов. Вот поэтому грех нам жаловаться на публику, которую мы имеем. Есть какой-то все-таки профессиональный секрет, хотя бы небольшой, вот такая изюминка, которая позволяет 35 лет быть на сцене? Ну, секрет, это, во-первых, в первую очередь, это любовь к народной музыке, к своим инструментам, вот. И второе, это, конечно, желание показать себя. Не просто проживать жизнь, а показать себя с разных сторон. Когда в очередной раз мы сможем посмотреть на вас и послушать ваше выступление? О, этого я не могу вам сказать. Ближайших таких гастролей каких-то или выступлений в Рязани пока не предвидится. Вот. Вы работаете над обновлением репертуара? Мы работаем, да, репетируем. У нас ежедневные репетиции. Вот. А потом приезжаем домой, и опять репетиции. И опять занятия. И опять ставишь ноты, и начинаешь работать над аранжировками и композициями новыми. Что бы вы сказали с экранов телевизора своим коллегам и вашим слушателям? Ну, коллегам я хочу пожелать здоровья, а слушателям приходите на наши концерты, любите русские народные инструменты. Это же ваше достояние, русские народные инструменты. Это наши родные инструменты, которые нужно прославлять так же, как это делается в других странах. Надо сказать, что такого оркестра русских народных, как наш русский народный инструмент, нет аналогов в мире. Есть, например, ансамбль моделистов, которые находятся в Италии, в Германии. Но это все на таком, ну, среднем, я бы сказал, уровне. Наш уровень очень высокий, наших инструментов. Наши инструменты не фольклорные, наши инструменты культурные. Мне остается только пожелать удачи вашему замечательному коллективу. Спасибо за эти 10 минут. Это была программа подробностей. Если вы что-то пропустили, заходите на наш сайт город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова